друзья всем привет это опять я и r2 r2 это наш маленький питомничек если так можно назвать наши собачки хочу немножко снять видео пообщаться то есть поделиться своими взглядами мнением и дальнейшими планами но и делами приветствую всех кому любопытно не безразлична эта порода таким людям наверняка возможно какие-то подробности будут полезны из того что я сейчас произнесу в этом видео то есть хочу озвучить такой момент как совместное или раздельное содержание американского фитболькельера рабочего разведения совместное содержание вот такого характера стайное воспитание она удобно удобно дает развитие хорошие щенкам я сейчас озвучиваю то что сам вижу сам понимаю не где-то вычитал просто беру провожу практику и делаю выводы вот но продолжим есть и плюсы и минусы вот в таком стайном воспитании как я уже говорил основной плюс это тренинг до постоянной собаки очень хорошо развиты этот тренинг он не заменит ни один снаряд на самом деле спортивной естественной тренировки вот это плюс да у нас и минус минус какого характера ты должен постоянно жить с ними вот минус и быть таким же пит буллем жить в стае для чего чтобы даже вот хотя бы когда первый раз потечет сучонка посмотреть чтоб ей не воткнули это не планированная вязка она никак не нужна кто занимается породными собаками понимает о чем я вот второй момент могут подраться задраться они очень горячие вот если например окажется какая косточка игрушка или чего что-то не поделят вот могут подраться и потом так как породные рабочие качества не позволяет им отступать то мы понимаем это будут потери до потери поэтому возраст уже такое вроде бы еще дети но уже подростки уже которые уже имеют уже зубки коренные не совсем еще выросшие но уже они есть да вот поэтому вот складывая вот эту всю информацию весь мой опыт еще кстати есть горький опыт где есть потери у людей в стайном воспитании это в практике они вообще не редкости не новость кстати вот но я при всем при этом не пытаюсь отговаривать или кого-то уговаривать воспитывать стойно или раздельно поэтому я все индивидуальна и каждый сам делает свой выбор вот и здесь нельзя сказать что так правильно или иначе правильно потому что либо так на от делать правильно либо иначе надо делать правильно правильный будет ответ я думаю понимаете да о чем вы зависит еще у какие руки у человека они от того style он или раздельно как он воспитывает Сколько он время тратит Контролирует ли он вот эти моменты Видите, холка вздыбилась И какая ситуация Вот, ну, опытный человек Сразу поймет, что здесь ситуация Такая, что вот сейчас уходить никуда нельзя Надо реально продолжать, смотреть И наблюдать, и это лучше всегда делать То есть мы говорим сейчас о рисках Да, это минусы Стайного воспитания Вот, то есть как я поступил Я, то есть, получается До полугода их Сейчас держу еще В стайном воспитании, да И после чего я Со вчерашнего дня начал их рассаживать То есть все, они Постепенно рассаживаются, сначала По двое в отдельные вольеры Вот, а потом уже Буду и двоих тоже рассаживать Это тоже будет в ближайшее время Ну, я такое решение Принял, чтобы не было стресса Вот, в одиночестве же сразу Будет стресс У ребенка, а здесь плавные Получается У них будет разъединение Вот, я считаю это решение Было верным Не сразу принятым Долго я над этим думал Вот, но, но Что хочу добавить Я планирую Ихний выгол Постоянно сделать с тайным То есть без меня Они будут сидеть раздельно Значит я исключаю риски Незапланированные вязки И Незапланированных Боевых контактов Да Но Так как они будут Постоянно выгуливаться Вместе Они значит Друг друга не смогут забыть Это же братья и сестры То есть они будут Так же всегда играть Я разговаривал С опытным питманом Буквально на днях Эта практика проверена Она работает Вполне Удачно Работает Вот То есть Профессионал Участвующий В матчах Самых 90-х годов Нельзя Вот этот контроль Должен быть Басовский Все Я остановил голосом Если этого нету То они бы продолжили драться Это так Отклонились Вот Все работает Все работает То есть Рабочие пятые Вот братья и сестры Сидят раздельно Раздельно Во время тренинга Выпускаешь И они не бьют Друг друга Вот Эту практику Я сейчас вот Планирую Использовать Поэтому они у нас Со вчерашнего дня Начали рассаживаться Плавно Вот А выгул Будет такой же у нас Вот Поэтому Продолжаю воспитание Этих собак И ихней Профессиональной Карьере То есть Подготовки К профессиональной Карьере В процессе Всего этого Если у меня Будет так же Творческий Настрой Буду снимать Видео И Делиться Конечно же С вами Друзья Той информацией Которую я сам Приобретаю По кускам По интернету По литературе Ну Самая мощная Конечно Отдача информации Это когда Ты выходишь На профессионального Заводчика Который Играет Там Самых Восьмидесятых И девяностых Годов Это Самая Вот Конечно Нажива Для новичка И когда Ты выходишь В личку Начинаешь С ним общаться Беседовать Вы знаете Совсем Беседа протекает По другому Когда ты Разговариваешь С человеком С глазу Нагло В теплой обстановке Скажем так За чашкой чая Вся информация Вообще Выдается В оригинале А не шаблонная Вот это Да Это конечно Нужно еще Постараться Чтобы найти Таких людей Которые Вообще Будут к тебе Расположены И захотят Чем-то Вообще Делиться Вот Ну да ладно Чем могу Тем Поделюсь Всем добра Всем хорошего Настроения Удачного дня А мы Сейчас Займемся Кормежкой Нарезашками Мясными И определяшками Порционными Питательными Ха-ха Как папа Заговорил Да Кушать будем Что ли Все Субтитры сделал DimaTorzok